Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, с вами Алексей Красиков. Мы продолжаем цикл лекций по неврозам, тревожно-фобическим расстройствам, которые вы уже с 2011 года созерцаете на канале в YouTube Невроза Мегаполиса. Впрочем, вы все знаете. Очередная лекция для канала посвящена теме основных расстройств, которые являются той самой проблемой, с которыми работает ваш покорный слуга и мои коллеги. Суть лекции заключается в том, что вас, безусловно, приводит к поиску проблемы та вершина айсберга, которая торчит из-под воды. В классической психотерапии, кто учился в институтах или работал с классическими психотерапевтами, всегда рисуется модель айсберга. То есть, есть некая макушка, айсберг, который торчит из-под воды, и основная конструкция айсберга, она под водой, которая не видна. Вот я сегодня хочу в сегодняшней лекции рассказать о том, что не видно, и о том, что видно. И чтобы вы не попадали в такую классическую, на мой взгляд, проблему под названием «Я буду работать с тем, что на поверхности», в надежде на то, что то, что внутри, это не так важно. Большое заблуждение и большая ошибка. Давайте разбираться, я перечислю с чем-то, ознакомлю вас побольше, но поверьте, те расстройства и те проблемы, о которых я буду говорить, им посвящено огромное количество часов в институтах, огромное количество часов личной практики у достаточно профессиональных психотерапевтов. Значит, на поверхности у любого невроза есть три основные компоненты, мы об этом говорим на семинарах, вы об этом слышали в предыдущих лекциях, вы знаете прекрасно, что это телесные, эмоционально-мыслительные и поведенческие проявления невроза. С медицинской точки зрения мы называем это функциональным неврозом, это то, что вы ощущаете телесно. То есть, на первом этапе вас может привести к психотерапевту ваша острая симптоматика в виде панических атак, страхов за свою жизнь, сомнений, беспокойств, различных фобий, формирующихся, например, кардиофобия, канцерофобия, страх от заболеть онкологией, страх инфаркта, страх инсульта, физиологические явления такие, которые называются дисфункциональными или функциональными невротическими расстройствами, это тахикардия, это расстройство кишечника, расстройство глотания, расстройство приема пищи, невротическая рвота, тошнота, головокружение, расстройство восприятия, да, ощущение пространства, ощущение себя, в общем, много-много-много различных дисфункций. К этому прибавляется вегетососудистая дисфункция, где педали газа тормоза в организме начинают дисбалансироваться, как вам кажется, создавая определенную проблему. Изучая этот вопрос, вы сталкиваетесь с диагнозом ВСД, за которым, безусловно, стоит одна простая идея о том, что есть эмоциональное состояние, которое привело вас к определенному уровню проявления телесных симптомов. На поверхности вашего восприятия это панические атаки, это вегетососудистая дисфункция, и это навязчивые мысли сойти с ума, потерять контроль, страх за свой организм, какие-то поведения, какие-то сомнения. И вам иллюзорно начинает казаться, что это главная проблема, справившись с которой вы обретете покой, вы обретете счастье, и вы обретете всевозможную гармонию, которая вам нужна. Это, к сожалению, большая-большая ошибка. Безусловно, этой ошибкой пользуются больше заточенные на коммерческую услугу психотерапевты и коллеги, но профессиональные консультанты, профессиональные психотерапевты и психологи прекрасно понимают, что за всеми этими расстройствами проявлениями на поверхности стоят серьезные невротические, личностные и прочие расстройства, о которых я сейчас немножечко вам расскажу. Наверняка вы приходили к психологам и психотерапевтам, которые плохо разбираются в панических атаках, плохо разбираются в функциональных проявлениях, и вы наверняка приходили к людям, которые, наоборот, только заточены на паническую атаку и только заточены на агорафобию, на тревогу за собственное здоровье, что называется ВСД, проявления. Здесь есть и плюс и минус. Смотрите, в чем интересна эта история. Профессионал, который плохо разбирается в панической атаке и плохо разбирается в агорафобии и так далее, он может хорошо разбираться в основной конструкции, которая находится под водой. Но он плохо разбирается в том, что на поверхности. Специалист, который хорошо разбирается в панических атаках и который хорошо разбирается в вегетососудистой дисфункции, как правило, плохо разбирается в том, что происходит под водой. Но он хорошо разбирается в том, что происходит снаружи. Я отдаю предпочтение первой категории специалистов, которые хорошо разбираются в том, что под водой. Объясню почему. Потому что специалист, который хорошо разбирается в таких расстройствах, давайте это запишем или запоминайте, как истерическое личностное расстройство, неврастения, обсессивно-компульсивный невроз, симбиотическая связь с матерью, психотравма, семейные конфликты, семейные дисбалансы, сексуальные расстройства, эректильная дисфункция и прочие расстройства, касаемые именно личностных расстройств, где люди не могут жить без родителей, где людям важно общественное мнение, где люди фактически не умеют существовать в социуме, они дезинтегрированы. Вот у меня как раз такие клиенты. В большинстве случаев они считали, что у них проблема панической атаки в СД. Но когда мы снимали вот этот слой, конечно, у них была эйфория, но они прекрасно понимали, что та вегетативная дисфункция или те симптомы, которые у них проявились на поверхности, являются лишь следствием основной проблемы. Ну, например, симбиотическая связь с матерью, где дочь или сын фактически подчинены сложной конструкции связки с матерью под названием «Мать транслирует чувство вины», подавляя волю моего клиента. А мой клиент, с одной стороны, хочет быть свободным, с одной стороны, хочет быть таким, какой он есть, а с другой стороны, чувство вины ему мешает. Мама подливает, безусловно, в эту связь естественную функцию под названием «Если ты будешь самостоятельным, то как бы маме будет плохо». Или всячески делается определенная форма поведения, где мой клиент не может принять решение оторваться от связи с этой самой матерью и фактически вынужден постоянно страдать, балансируя между некоторыми своими желаниями и тем, чтобы мама не расстроилась. Один из классических примеров, да, только что привел, и это постоянно сплошь и рядом. Другие проблемы связаны с тем, что человек не может принять решение в жизни. Он постоянно в сомнениях о том, чтобы принять правильное решение. Он постоянно в сомнениях о том, что о нем подумают. Он постоянно в сомнениях, какой выбор сделать. Он постоянно в сомнениях о том, как это будет происходить и так далее и тому подобное. Соответственно, все эти сомнения, все эти связи с матерью, все эти невозможности принятия решений с женой, с мужем, с работой и так далее, Принятое, например, уже решение может казаться невозвратным. То есть, человек принял определенное решение и не знает теперь, как включить заднюю или как теперь разруливать те решения, которые он принял. Или женщине или мужчине может казаться, что он попал в ситуацию безвыходности, тупика. Именно непосредственно в каких-то житейских, бытовых отношениях, семейных, личных, профессиональных, финансовых и так далее. Или человек постоянно требует, например, девушка воспитывалась в семье слишком заботливой. Например, мать, которая была очень тревожной и мнительной, транслировала ребенку постоянное ощущение тревоги и постоянное ощущение комфорта под названием «Зайка, я рядом, если что, я сама все сделаю, ты только не напрягайся, я тебе скажу, как лучше, в какой институт пойти, я тебе скажу о том, куда лучше идти, с кем дружить, с кем не дружить». И такие люди вырастают как раз в этом невротическом ограничении с концепцией о том, что «А я не знаю, как жить без родителей, я не знаю, как жить без подсказки социума, я не знаю, как жить, потому что сам решение я принимать не умею, потому что я не знаю, как это делать». Или «Я боюсь принять какие-то неправильные решения». То же самое касается с отцом, да, то же самое касается с матерью. Эссерическое личностное расстройство, где вот такая тревожная мать начинает опекать свое чадо таким образом, что чадо потом, когда вырастает, родители потихонечку пытаются ее как бы или его привести к самостоятельности, но делает это неправильно, где это самое чадо начинает выдавать определенную симптоматику тревожную, да, под названием «Чего вы от меня хотите избавиться?» «И как это я сам сейчас все буду делать?» Вот тут возникают проблемы. Другие личностные расстройства касаются о том, что человек может считать, что он всю жизнь прав, что он всю жизнь знает, как нужно, что он делает все правильно, а в жизни может случиться череда ситуаций, где ему фактически начинают транслировать и говорить, что ты знаешь, Зина, вообще-то не будет по-твоему, или там Михаил Михайлович, вы знаете, как бы ваше мнение тут особо, ну, не важно. Человек очень сильно заводится и начинает брызгать слюной, и это выбегает с паническими атаками из кабинета. На работе могут быть обстоятельства, где человеку не дают реализовать сверхценную идею. Здесь можно поподробнее чуть-чуть, да, например, коротко говоря о том, что такое внутренние конфликты и о том, что такое неврозы, в детстве у человека формируется определенная система отношений. В этой системе отношений закладываются определенные стратегии. Ребенок сам себе формирует определенные стратегии, каким он должен быть и каким он быть не должен, при каких обстоятельствах его можно любить и уважать, а при каких нельзя любить и уважать. И проблема заключается в том, что череда событий, которые происходят потом у этого человека, начинает противоречить тем внутренним стратегиям, тем внутренним убеждениям, которые он пествует всю жизнь и пытает реализовать. Не реализация этих главных внутренних стратегий приводит к внутреннему противоречию. Это противоречие проявляется телесно, а вот тут начинает вылезать на поверхность из воды та самая макушка айсберга, которая и видна на самом деле. То есть, то, что я сейчас вам сказал, клиенты этого не понимают. Они не понимают, что за стратегии с детства, при чем здесь симбиотическая связь с матерью, как это связано, да, почему он не может принимать решения, почему он так остро реагирует на определенные сложившиеся ситуации, которые запустили у него вегетатику или продолжают запускать до сих пор. На поверхности вылезает вегетососудистая дисфункция, на поверхности вылезает паника, на поверхности вызывает страх за свое здоровье, и они пытаются искать ответы на вопросы именно в этом ключе, то, что на поверхности. На сегодняшний день, 29 марта 2016 года, я вам могу констатировать следующее, что на сегодняшний день единицы, которые ко мне приходят со словами «у меня паническая атака» и «у меня вегетососудистая дистония». Обусловлено это тем, что огромное количество роликов моих работ и работ других специалистов, других коллег послужило такой эпохой просвещения в Российской Федерации, и люди начинают понимать, что паническая атака – это не проблема, что паническая атака – это испуг. С этим испугом надо бороться, с этим испугом можно справляться. Что огорфобия – это привычка. Это привычка считать, что там-то и там-то у тебя возникают какие-то там приступы сами-самой, как бы кажется, да, что надо сталкиваться с этим страхом, надо убедить себя в том, доказать себе, что страх проживаем, что страх выдерживаем, что от навязчивых мыслей там каких-то ничего не происходит, да. И вот ко мне приходят в основном пациенты, которые уже справились с паническими атаками, которые поняли, что такое вегетососудистая дисфункция, которым объяснили, которые сами себе объяснили. Но проблема в том, что вот растопив немножечко вот эту макушечку айсберга, внутри находится вот такая глыба под названием личностные расстройства, под названием симбиотические связи, проблемы адаптации, проблемы интеграции и так далее, и так далее, и тому подобное. Специалист, о которых я говорил выше, который хорошо разбирается в макушке, скорее всего, не имеет ни времени, ни возможностей, ни задачи изучать такие направления, как семейная и системная психотерапия, эгостенциальная терапия, терапия Карла Густова-Юнга, Фрейда, Перлза, кого там еще, всевозможные расстановки и так далее. Потому что из этого всего можно сделать инструментарий, который как раз и будет точить и работать с тем, что внутри. Почему я сказал, что я отдаю предпочтение первой категории специалистов? Потому что научить специалиста, который хорошо разбирается в серьезных проблемах, которые привели к последствиям, этого специалиста обучить, рассказывать клиенту о панике, обучить, рассказывать клиенту о агорафобии очень просто. Потому что панические атаки и агорафобия, если говорить о психотерапии, панических атак, агорафобии, то мы это называем образование клиента. То есть тут еще терапии никакой нет. Вы просто образовываете, информирование это называется, вспомнил. Вы информируете клиента о том, как происходит паника. Вы информируете клиента о том, что же такое вегетососудистая дисфункция. Вы информируете человека о том, как происходит мыслительный процесс, почему возникает страх сойти с ума, заболеть каким-то заболеванием, как происходит ипохондрия, как происходит фобическое состояние. Это несложно. И даете человеку определенную концепцию упражнений, которая была сформирована Павловым, Скиннером и Вольпо, которая называется системной экспозицией, системной десенсивилизацией, где вы фактически рекомендуете пациенту сталкиваться с объектом страха определенными упражнениями, частями, проживая этот страх, доказывая самому себе, что это не смерть, что это не приступ, и что это проживаемое и так далее. Таким образом, так или иначе, фобия системно будет заканчиваться. И вот как только путем информирования, путем выполнения определенных упражнений человек перестает создавать себе испуг, и у него паническая атака, соответственно, не возникает, человек от информирования перестает этого бояться, он умеет выдерживать эту вегетатику, он умеет объяснять себе эту вегетатику, он умеет не доводить эту вегетатику до криза, и он не пугается своих мыслей о том, что ему приходит в голову, например, какой-нибудь там момент о сумасшествии или о шизофрении. Вот на это все, на самом деле, время отводится не такое уж и большое, потому что здесь не так уж и сложно. Конечно, есть пациенты, у которых есть определенная специфика восприятия, которым нужно по-разному много раз объяснять одну и ту же историю, заставлять фактически что-то делать в мере возможностей, но в среднике с паническими атаками с агорофобией, то есть с тем, что на поверхности, я считаю, может справиться 80% из общих жалоб, а остальные 20% справятся, наверное, с другим специалистом или чуть позже. Но вот с тем, что находится под этими, под этим верхушкой айсберга, вот здесь, к сожалению, коллег и специалистов, которые могут работать долго и упорно с дезинтеграцией, с симбиотической связью, с истерическим неврозом, с очень сильным обсессивно-психостеническим неврозом, с очень сильными, фактически проломленными границами внутри психики, где фактически психика не целостна, где у человека нет собственного «я», где нет собственного «я» под названием «я считаю», как окружающие сказали правильно, так и правильно, потому что я не имею своей точки зрения. И я боюсь делать что-то не так, потому что все мои действия я оцениваю как возможные неправильные действия. Вот с этим основные проблемы. Как раз-то работать могут далеко не все специалисты. Объясню коротко, наверное, почему. Чтобы, опять же, повторюсь, научить работать с этой макушкой, тут большого ума не нужно. Здесь достаточно иметь либо собственный опыт, либо достаточно иметь хорошо подготовленную теоретическую базу, практическую базу, и будете эффективным именно вот в этой вот основе. Но проблема в том, что вы заработаете, наверное, энную сумму денег, работая с этой основой, но существенных изменений для клиента вы не принесете, потому что по-любому он потом обратится дальше, дальше и дальше. Вот. Почему не все специалисты могут работать с такой большой глыбой под водой? Здесь очень важен аспект самой личности психотерапевта, его личного опыта, именно работы с этой глыбой, потому что если ваш консультант имел, предположим, хоть это редко, но, возможно, имел основную проблему, как правило, он хорошо разбирается в том, что он имел. Но он разбирается, скорее всего, симптоматично. Соответственно, консультант, который, например, говорит, я имел панические атаки, я с ними справился, я вас научу, скорее всего, расскажет вам о панических атаках. Но если консультант вам скажет, здравствуйте, я имел серьезное личностное расстройство, такое-то, такое-то, и занимался там три года этим, а потом изучал это, а потом изучал то, сё, и пятое, десятое, вот здесь, наверное, будет более правильно и более интересно. Соответственно, личность психотерапевта зависит очень сильно. Я думаю, что 90% результатов именно работы с этой глыбой зависит непосредственно от самой личности консультанта. О том, какой опыт он прошел, не симптом центрированной терапии, о том, как он справился со своим основным неврозом, что это был за невроз, какие нюансы. Например, у меня есть коллега, который очень хорошо работает с психотравмой, потому что человек сам прошел через серьезную психотравму. У меня есть коллега, которая хорошо работает с потерями близких, потому что сама прошла через череду серьезных потерь. У меня есть коллега, которая работает с тяжелыми депрессиями, потому что сама там была в очень крайне тяжелой депрессии. И так далее, и тому подобное. Поэтому, когда вы выбираете своего консультанта, то вы интуитивно или методом перебора начинаете выбирать то, на чем специализируется человек. Второе. Специалист не может специализироваться на всем. Опять же, потому что на всем специализироваться невозможно. Мы же не можем в медицине, что вам и зубы лечат, и простату пощупают, и шейку матки потрогают, ну и так далее и тому подобное. То есть, почему каждый специалист затачивается на чем-то своем? Потому что он затачивается в психотерапии на то, что про него, на том, что его. Поэтому ваш, например, покорный слуга, который имел в 2007 году кардиофобию, панические атаки, всевозможные страхи на улицах, и всевозможные страхи за собственное здоровье, безусловно, с 2011 года вы видите образовательный материал по симптоматике. Но, как вы видите, за последние два года та работа, которой я занимаюсь, она заточена на именно то, что я называю стрессоустойчивость, на то, что я называю несоздавание себе той самой вот глыбы, и на работу с этой глыбой. Сейчас не буду говорить о себе, вы можете посмотреть ролик на канале или на сайте разделе обо мне. Суть заключается в том, что я 90% своего времени трачу именно на работу с основной проблемой. Семинары в разных городах посвящены именно этому. Вот ребята, которые были недавно в Казани, в Москве, в Питере, они прекрасно понимают, что я отдаю паническими атакам и работаю с симптоматикой первые три часа первого дня. Не больше. Дальше мы начинаем заниматься исключительно вот этой глыбой, что за расстройства кроются внутри, и как с этими расстройствами мы должны справляться. Опять же, мой подход, он более тренерский, он более такой коучинговый, он более наставнический, направлен именно на личную эффективность, потому что моя позиция заключается в том, что клиент имеет определенное невротическое расстройство именно от неэффективности его стратегий, от неэффективности его позиций в жизни. Можно называть это убеждениями, можно называть это стратегиями, как хотите, да? Сейчас не об этом. Но суть заключается в том, что моя задача подойти индивидуально каждому клиенту и посмотреть. Если я вижу, что мой клиент неэффективен, потому что мнение окружающих для него сверхценно, я буду затачиваться именно на то, чтобы отщепить его личность от мнения окружающих. Если я вижу, что мой клиент имеет серьезную симбиотическую связь с родителями, я буду работать над этой симбиотической связью, иногда привлекая родителей в терапию. Если я вижу, что мой клиент не может принимать решения по каким-то текущим событиям или каким-то обстоятельствам жизни, мы будем работать над системой принятия решений, как это делается вообще и что мешает. Если я вижу, что клиент находится в депрессии, я буду работать над тем, как он депрессирует себя, почему он потерял смысл, почему он потерял планы, почему он потерял определенные жизненные ориентиры, затачивая его именно на эффективность мышления, на эффективность планирования. Очень много я сейчас работаю с предпринимателями, очень много сейчас я работаю с бизнесменами, с людьми даже из политики. Вот у меня на этой неделе будет лекция в финансовой академии при правительстве Российской Федерации, в апреле будет лекция в первом медицинском университете. И тема стрессоустойчивость, тема именно вот очень важная, потому что я буду рассказывать именно о той основе невротических состояний. Поэтому, подводя короткий итог этого маленького видео, хочу вам сказать, что не придавайте существенного терапевтического значения работе с поверхностью. Да, действительно, человек в остром паническом состоянии, уверяющий самого себя, что у него что-то с сердцем, уверяющий самого себя, что у него что-то с головным мозгом, что у него есть возможность сойти с ума, конечно, на первом этапе должен пройти определенное образование в том, чтобы справиться с этой самой макушкой. Но, безусловно, он должен понимать, что за этим предстоит еще большая работа, и работа только начинается. Поэтому я вам рекомендую думать немножечко стратегически и понимать, что если у вас начались панические атаки, если у вас начались страхи сойти с ума, если у вас начались фобии, если у вас началась где-то сосудистая дисфункция, имейте в виду, что это значит, что та глыба, которая внутри под водой, уже разрослась достаточно прилично, и без работы над основной невротической проблемой, скорее всего, если вы даже справитесь с паникой и с фобиями, на место, которое вы подточили на поверхность, все равно начнет появляться что-то опять. Потому что, не трогая эту серьезную проблему, скорее всего, вы знаете, что одни фобии будут сменять другие, вегетатика будет из одного места якобы перетекать в другое, симптоматика будет меняться, не потому что эта болезнь мутирует, а потому что выход того самого напряжения, которое сформулировано под водой, будет все равно так или иначе выскать выход на поверхности. Да, действительно, вы не будете бояться этого выхода на поверхности, потому что вам объяснили, как это происходит, и что это не опасно, но выход будет. Поэтому я вам рекомендую воспользоваться бесплатными материалами по паническим атакам по вегетососудистой дистонии на канале Невроза Мегаполиса. Если вам нужны материалы для самостоятельного глубокого изучения, рекомендую вам воспользоваться сборниками, которые представлены на сайте в разделе или материалы для самостоятельной работы, если вы приобретете эти сборники, вы справитесь как минимум с этими поверхностями, а дальше вы уже можете обратиться ко мне за личной консультацией, и вы будете работать уже с основной проблемой. Либо обратиться к любому специалисту в вашем городе или тому, кто вам больше по душе, по финансам подходит и так далее. Но в любом случае повторюсь, повторю одно. Надеяться на ту историю, что вы справились с паниками и больше не паникуете себя, что вам объяснить, что такое вегетососудистой дистонии, если вы будете ставить ставку на это, то в долгосрочной перспективе примерно месяц-четыре вы все равно выйдете в ту или иную форму проявления, особенно если ситуация внутри была достаточно серьезная. Вот, поэтому рекомендую вам об этом думать. Ну и последнее по поводу фармакологии. Достаточно частый вопрос, смотрите, какая история. Что такое фармакотерапия? Психофармакотерапия – это психиатрическая концепция. Суть заключается в следующем, что вот когда у вас актуализировались вот эти симптомы на поверхности, симптоматика бывает разной. Подстава психотерапевтического лечения заключается в следующем. Правильное психиатрическое лечение заключается вот таким образом. Вы приходите к грамотному врачу-психиатру или врачу-психотерапевту, он видит на поверхности вот эту проблему, если он понимает, что ее можно купировать на первом этапе фармакологически, он выписывает фармакологию. Она купируется, и дальше параллельно, сочетанно происходит работа над основной проблемой. Ужас заключается в том, что вот этой вот основной проблемой, основной работы над основной проблемой не делается. Человеку просто дается таблетка, он купирует некоторые проблемы на время приема препарата. Потом препарат заканчивается, проблема опять на поверхности актуализируется. Потому что не над этой проблемой, не над глубокой проблемой, человек, специалист не работал. В чём секрет такой отчасти в психиатрическом лечении? Я уже об этом говорил когда-то, но я повторюсь. Если вам дать таблетку на год, предположим, да, и в течение года вы будете купировать то, что на поверхности, есть по теории вероятности такая история, что если вы в течение года будете купировать то, что на поверхности, то, знаете, вдруг в жизни могут произойти такие изменения, где-то фирма закроется, где-то кто-то умрёт, где-то кто-то родится, где-то за вас кто-то примет решение. То есть могут случиться обстоятельства в вашей жизни, которые вдруг поменяют те обстоятельства, которые крылись внутри, по которым вы тогда как раз и возникал внутренний конфликт и внутреннее напряжение. И заканчивая приём препарата, вы говорите, о, больше ничего нет, потому что в течение года что-то могло измениться естественным путём. Здесь же опять, может и не измениться в течение года что-то, может и быть такая проблема, что там каких-то обстоятельств нет, есть ваше отношение к этим обстоятельствам, есть ваши стратегии. Но проще говоря, если парень всю жизнь пытается доказать отцу или матери, что он на что-то способен, что его можно любить только за заслуги, и он пытается за эти заслуги всю жизнь бороться, даже дав ему таблетку, и через полгода он опять продолжит вот эту неврастеническую гонку. Он продолжит соревноваться с самим собой, соревноваться с окружающими, и так или иначе, рано или поздно, опять столкнувшись с тем, что у него что-то не получится или ещё что-то, он опять выйдет в эту проблему. Поэтому в любом случае запомните одно. Если проблема актуализировалась в виде панических атак, фобий, навязчивости и так далее, ей надо заниматься системно, ей надо заниматься серьёзно до того момента, пока вы не поняли основную конструкцию внутренней проблемы и не научились эту проблему решать с вашим специалистом, а дальше вы уже будете её решать самостоятельно. На психотерапию невозможно подсесть, если это когнитивно-поведенческая психотерапия, потому что моя задача научить вас, во-первых, осознавать эту глубокую проблему, видеть её детализацию и иметь инструментарий конкретно работать с этой проблемой. Выстраивать план дня, выстраивать свои стратегии, переосмыслить свои убеждения, сформулировать новые амбициозные цели, достигать этой цели более гибко, более рационально, освободиться от зависимости мнения родителей окружающих, научиться принимать решения. Там много инструментариев, которые я даю для того, чтобы человек после прохождения определённого цикла консультаций мог быть сам себе психотерапевтом и сам себе специалистом. Поэтому история подсаживания пациента, она больше подходит методам, где пациент приходит, выговаривается, ему становится легче, потом у него опять накапливается, он опять приходит, выговаривается, он опять становится легче. Мои пациенты, конечно, могут выговариваться, если им очень важно, но я не люблю такие истории. Я всегда работаю с клиентом, фактически тыкая носом его в проблему. Иногда это может быть достаточно прямо, достаточно красноречиво, потому что иногда клиент просто, пока его так вот жёстко носом вот в эту историю не повернёшь, он не увидит. И после того, как он это увидел, возникает вопрос, а дел ты что с этим? И вот тут возникает целая тренерская работа под названием «Давай учиться принимать решения, давай учиться освобождаться от зависимости, давай учиться быть более эффективным и более стрессоустойчивым». Вот так, коротко, такой посыл от канала Невроза Мегаполиса, чем нужно заниматься в своей психотерапии и какая долгосрочная стратегия должна быть у вас, если вы действительно хотите не просто избавиться от поверхности вегетатики и паники, но если вы хотите действительно избавиться от целого конструкта под названием невроз и привести свою жизнь к более гармоничной, более счастливой на самом деле, более эффективной, потому что когда вы избавитесь от той проблемы, которая была у вас внутри, вот вы увидите, что ваша жизнь стала более эффективной, потому что та энергия, которую вы тратили на борение внутри себя, на вот эту невротическую глыбу, это борение закончится, и вы сможете вот эту внутреннюю энергию аккумулировать в бизнес, аккумулировать в семью, аккумулировать в прочие другие компоненты жизни, которые посчитаете для себя приоритетными, но не из невротической стратегии, а из прагматической. Есть две стратегии – невротическая и прагматическая. Если ваши цели невротические, то никакие машины, никакие деньги не будут приносить вам радости. Вы будете достигать результата в карьере, вы будете достигать результата в финансах, Вы будете сидеть вот так и видите, ну и чего? А если вы сможете проработать эту глыбу, то вы будете достигать цели прагматические, где вы сможете ими радоваться, где вы сможете остановиться в какой-то момент, сможете порадоваться тому, что у вас есть, потому что невротики не умеют радоваться своим целям. Они достигают цели для того, чтобы просто их достичь, а потом опять депрессия, а потом опять опустошение. И у них вечная гонка. Они более-менее спокойны, когда они заняты. Как только цель достигнута, опять депрессия, опять апатия. Поэтому вот остановить вот этот маховик может только системная, серьезная психотерапия. Не на поверхности над симптоматикой, а более личностная, более реконструктивная, более глубокая и профессиональная. Желаю вам мудрости прежде всего, желаю вам оптимизма и понимания того, что если вы имеете симптоматическую проблему, то надо настраиваться на то, что проблема не в поверхности, проблема достаточно глобальная, и вы удивитесь тем результатам, которые вы получите, когда вы справитесь с этой глобальной проблемой. Люди меняются, они становятся более эффективными, они становятся более цельными, более гармоничными, где все краски их жизни начинают сиять разными цветами. Это и есть символ гармонии, собственно говоря. Спасибо вам большое, ваш Алексей Красиков, канал Немероза Мегаполиса, скоро увидимся, будет новый цикл лекций, достаточно интересный формат, но об этом чуть позже. Опять же, если вам нужны дополнительные материалы, более глубокие, более детальные, сайт без Немероза ТВ, раздел материалы для самостоятельной работы. Если хочется заниматься индивидуально, набор всегда идет по скайпу, обращайтесь, будем заниматься, и у вас все получится. А я для этого сделаю все, что от меня зависит. Счастливо, удачи! Счастливо, удачи!